Денис Никантров Денис Никантров спокоен и невозмутим. Первый замглавы следственного управления по Москве, как ему и подобает, садится в тонированную иномарку. И прямо в своем идеально выглаженном костюме отправляется в СИЗО Лефортово. Содержали Никантрова утром того же дня, 19 июля, в здание следственного управления ворвались люди в масках, оперативники ФСБ. Провели обыски в кабинетах всех высокопоставленных следователей, а потом посадили в тонированные микроавтобусы троих. Самого Дениса Никантрова, начальника собственной безопасности Михаила Максименко и его подчиненного Александра Ломонова. Все следователи проходят по одному делу. Получение взятки в особо крупном размере. По ПКРФ сутки с малью. Избрать отношения Никантрова Денис Владимировича подозреваем в сексуле преступления, предусмотренного участия в 6 статье 290 УКРФ, меропрещение в виде заключения под стражу на один месяц 27 суток, то есть до 15 сентября 2016 года. Взятку 1 миллион долларов Денис Никантров получил от Шакро Молодого. Его сейчас называют главой криминального мира России. За это вознаграждение следователь помог выпустить в правую руку Шакро, итальянца. У самого криминального авторитета в последнее время дела тоже не ладились. К нему, как и к Никантрову, нагрянули сотрудники ФСБ. Обезвредили 20 человек охраны, провели обыски и допросили самого Шакро. Я не буду перед камерой ничего говорить. Ваше положение в преступном мире. Не буду перед камерой ничего говорить. В суде выяснилось, задержали Шакро по делу полугодовалой давности. В вымогательстве 8 миллионов рублей у хозяйки столичного ресторана «Элементс». Тогда Жанна Ким, недовольная качеством ремонта, наотрез отказалась платить подрядчику. Сначала отношения выяснялось дизайнером Фатимой Мисиковой. Потом выбивать деньги пришли вооруженные люди. Началась перестрелка. Погибли два человека. Руководил разборкой на Рождельской сам Шакро Молодой. А за ним стоял его покровитель в верхах Денис Никандров. Работали партнеры почти всегда по одной и той же схеме. Жертва одна – бизнесмен, как, например, Жанна Ким. От нее всем остальным нужны деньги. Получить их можно двумя путями. Например, возбудить в отношении бизнесмена уголовное дело. Эту миссию выполняют силовики. А конкретно – Денис Никандров. К жертве отправляют своих решальщиков. Если те деньги забирают, дело закрывают. Нет, к жертве отправляются другие люди, уже от Шакро Молодого. Эта схема раньше представляла более упрощенную схему, и она работала в системе МВД. Когда в МВД были произведены чистки, то система трансформировалась, это нормально. И нашла более высоких покровителей в виде, как теперь мы видим, руководителей Следственного управления Следственного комитета Никандров. Только вот в отношении хозяйки ресторана Ким дело не возбудили. К ней сразу пришли люди от Шакро. Один из них – итальянец. И в его судьбе Никандров тоже сыграл свою роль. Андрей Кочуйков, тот самый итальянец, был правой рукой Шакро и попал в СИЗО как раз за перестрелку на Рождельской. А недавно вышел. Следователи не продлили ему арест. Разумеется, не просто так, по распоряжению того же Никандрова. За это освобождение следователь и получил злополучный миллион долларов и сразу отправился за решетку. Никандров на самом деле находится сейчас в очень плачевом состоянии, психологическом, как нам показалось. Он этого не скрывает. И когда мы спросили, как дела, он сказал плохо. Очень видно, что он переживает, видно, что он в шоковом состоянии. Говорит, что как раз Вера, наверное, вот сейчас ему и поможет как-то вообще впридти в себя и найти какую-то точку опоры. До этого он не был человеком религиозным. Денис Никандров и Шакро Молодой сейчас почти соседи. Оба в Лефортовском СИЗО. Кто живет лучше, криминальный авторитет или его покровитель, правозащитники сказать затрудняются. Говорят, у обоих условия спартанские. Только вот Шакро улыбается, а следователь впал в депрессию. Если вина Никандрова будет доказана, за решетку он проведет до 15 лет. Анастасия Цепиева, Life. Анастасия Цепиевая